Уважаемые коллеги, добрый день. Рады приветствовать вас в Российском историческом обществе на очередном заседании нашего молодежного клуба Российского исторического общества, которое не просто заседание, но уже первый наш круглый стол. Он посвящен теме, в первую очередь, новых субъектов, вовлечения новых субъектов Российской Федерации в процесс создания исторического пространства и также дружественных Российской Федерации стран, с которыми также история неразрывно связана. Называется он «История Российского причерноморья. Вовлечение новых субъектов Российской Федерации и дружественных стран. Процесс развития единого исторического пространства». И для открытия нашего круглого стола хочу передать слово председателю управления Российского исторического общества, исполнительному директору фонда «История Отечества» Константину Ильичу Могилевскому. Константин Ильич, пожалуйста. Спасибо большое, Иван Александрович. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, рад видеть всех. Я, может быть, так чуть-чуть бы внес коррективы в вводные слова Ивана. Я думаю, что, конечно, у нас нет нужды создавать историческое пространство, оно создано самой историей, самой жизнью. И нам нужно его как историкам, как специалистам, в первую очередь, изучать эти знания, популяризировать, распространять для того, чтобы обеспечить историческую перспективу. Историческую перспективу будущее, мирное будущее нашей страны и дружеских государств. И я очень рад видеть здесь людей, некоторых из которых видел в других обстоятельствах, в других регионах. У нас открыто и работают отделения Российского исторического общества в Луганской народной республике, в Донецкой народной республике, в Запорожской области, в Мелитополе, в Мариуполе. И наша задача, общая задача, активно работать над тем, чтобы побыстрее наши коллеги интегрировались в такую научную, общественную жизнь России. Для того, чтобы развивались контакты, разрабатывались совместные проекты, готовились бы выставки, выходили бы статьи, книги, делались бы документальные фильмы. В общем, работа над всеми такими конкретными продуктами, которые объединены одним общим названием – историческое просвещение, популяризация истории. У нас речь идет о таком широком регионе Российской Причерноморья, чуть если сузить это географическое пространство и говорить о Приазовье, то я бы сказал, что один из таких важнейших итогов на сегодняшний день происходящего – это то, что Азовское море снова стало внутренним морем России. И при этом у нас не все в порядке с самим словом. Слово «Азов» у нас украли, и этим словом назвали себя бандиты. Если мы выйдем на улицу и спросим у людей, у молодых людей, что такое Азов, то я боюсь, что большая часть скажет, что это самые бандиты, неонацисты, которые терроризировали и Мариуполь, и весь этот регион. Меньше людей вспомнить про Азовское море, а про то, что есть славный русский город Азов, в котором Петровская крепость, в котором, между прочим, 80 тысяч человек живет, я думаю, вспомнят, конечно, еще меньше. А слова – это очень важно. И вот одна из задач, которая, на наш взгляд, перед нами стоит, стоит в том, чтобы вернуть это слово. Украиненное у нас слово «Азов», и мы достигли договоренности с парками «Россия – моя история». Они есть в большинстве регионов России, и в новых регионах тоже будут открываться. Договорились о том, что мы готовим там выставку «Русский Азов». И на этой выставке будет идти речь об истории, о замечательной истории этого региона, который, в общем, все время был одним из мировых центров, центров торговых путей. Вот это при Азове, северное при Черноморье, северная часть Великого Шелкового пути. И потом от «Слава русского оружия» и «Азовские походы Петра» взять Азова в итоге. В общем, история очень богатая, и вместе с возвращением в Россию самого Азова нам, конечно, нужно и слово возвращать. Но это одна из тем. Я рад приветствовать здесь наших абхазских коллег, наших товарищей из Абхазии. И я думаю, что у нас впереди большая такая дружная работа. И здесь речь может идти о самых разных направлениях. Из отдела уже есть такие замечательные архивные исследования. И книжки, которые вышли, они дают нам базу для того, чтобы заниматься популяризацией исторического знания. Потому что историческое знание, оно очень конкретно. Историческое знание – это всегда архив, всегда документ, или музей, или археология. В этом оно отличается от знания философского, которое абстрактное. Историческое знание всегда конкретно. У нас на повестке несколько таких вопросов научных, я бы сказал, очень важно. Вам здесь будет обменяться мнение по этому поводу. Я бы хотел, чтобы вы о практических делах тоже поговорили. Потому что, во-первых, здесь Константин Александрович присутствует. Вам надо, Константин Александрович, защищать диссертацию, доделать ее, защитить. Наверное, это касается, знаю, что это касается ряда ваших коллег из Запорожской области. Может быть, кого-то еще из наших новых регионов отдельный такой вопрос по Луганской народной республике, который мы тоже будем решать. Хотел бы, чтобы вы обменялись мнениями здесь на эту тему о том, как идет эта работа. Потому что ваша диссертация, пока не созданы советы в ваших университетах, может быть, имеет смысл побыстрее защитить это в других регионах России. И я, Иван Александрович, вас попрошу тогда эту информацию, состояние дела на сегодняшний момент обобщить и мне рассказать. И мы посмотрим, какое содействие дополнительное можем оказать коллегам для того, чтобы готовые диссертации не ждали бы создания советов, а были бы быстрее защищены. А где нужно путем консультаций с учеными помочь в ускорении работы на диссертации, давайте мы тоже это сделаем. Ну, я думаю, что вот это самый актуальный сегодня практический вопрос для молодежи из наших регионов. Вот, думаю, что мы будем двигаться к созданию отделения Российского исторического общества в Абхазии. Предварительные консультации на этот счет состоялись. Будем ждать официального обращения от коллег. И надеюсь на то, что сегодняшняя беседа, она будет способствовать тому, что добавится уже какая-то конкретика дополнительная в повестку работы будущего отделения. И здесь большая роль нашего, конечно, молодежного клуба Российского исторического общества. На этом я свое вступительное слово хотел бы завершить. Пожелать успехов вам в вашей сегодняшней работе. Извините за то, что должен буду уйти, потому что параллельно фактически важное мероприятие Миноборнауки. Но остаюсь при этом всегда к вашим услугам через Ивана, но и напрямую. Спасибо. Большое спасибо, гостиный Ильич. Выполним поручение и, конечно, проработаем максимально детально с коллегами вопросы, связанные с защитой диссертации и с другими нюансами, связанными с бюрократической формой научной работы. Далее, коллеги, у нас на связи представитель Совета отделения Российского исторического общества Луганской народной республики, директор государственного учреждения культуры Луганский краеведческий музей Рубченко Артем Владимирович. Артем Владимирович, слышите ли вы нас? Да, прекрасно. Передаем вам слово. Спасибо. Добрый день, коллеги. Очень приятно вас всех видеть и, конечно, приятно присутствовать на мероприятии Российского исторического общества. Но вообще, как бы, этот год стал достаточно эпохальный вот с точки зрения исторической науки. Мы являемся и свидетелями, и участниками событий, которые вообще меняют, ну, мировой порядок. И тут важно отметить, что Российское историческое общество как раз-таки на деле и практически является той организацией, которая объединяет историков вот в единое, ну, скажем так, историческое пространство. Тут надо отметить, что мы как раз-таки изучаем историю, которая является для большинства, ну, почти для всех регионов бывшего Советского Союза, это общая, единая история. И очень рад, что сейчас не приходится оглядываться на всякие политические конъюнктуры, а можно спокойно исследовать исторические процессы и спокойно работать вот в этом направлении. Ну, и отметив тематику вашего заседания, то есть, как бы не парадоксально это звучало, но Луганск, он как раз и возник благодаря освоению при Черноморье. Потому что Луганский литейный завод, это 1795 год, изначально создавался как раз для Черноморского флота, для обеспечения тогдашнего парусного Черноморского флота орудиями, ядрами, ну и, соответственно, всеми возможными припасами. Поэтому создание нашего города неразрывно связано с темой освоения побережья Черного моря, и чему мы, конечно, очень рады и гордимся этим. Ну, а вашему собранию я бы хотел пожелать плодотворной работы, общения и налаживания контактов между коллегами. Спасибо. Владимир Владимирович, спасибо большое за напутственное слово. И также у нас на связи председатель Совета отделения Российского исторического общества Донецкой народной республики, заместитель декана по научной работе Исторического факультета Донецкого национального университета, разумный Виталий Витальевич. Виталий Витальевич, слышно ли нас? Да, добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, Иван Александрович, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать из города Героя Донецка. И действительно, с возвращением нашего края в состав Российской Федерации в России стало на один город-герой больше. И в этом плане мы фокусируем внимание и работу нашего Совета отделения Российского исторического общества на изучение героической истории Российского причинноморья, российского Донбасса и всего юга России. В этом плане у нас предстоит кропотливая работа. Действительно, есть над чем поработать. Вот сейчас мы собираем материал по текущей войне, несмотря на сложности, которые у нас ежедневно встречаются. И в этом плане хотелось бы отметить, что именно в освобождении, выходу России на юг, берегам Черного моря, сыграли большое значение выходцы из нашего края. В частности, можно говорить о том, что многие жители Донбасса, Герои Советского Союза, отличились при обороне Севастополя, при защите Одессы, при боях за Новороссийского. Я имею в виду Героя Советского Союза Цезаря Львовича Кунякова, который выходец из Донбасса и работал на Макеевском историческом заводе. Я также приветствую мою коллегу Марию Александровну Метейко, которая сейчас присутствует при заседании Высокого форума. Мы всем желаем, в первую очередь, мира, благополучия и надеемся на дальнейшее развитие нашего сотрудничества в рамках российского исторического общества. Спасибо, коллеги. Большое спасибо, Виталий Витальевич. Еще раз хотел благодарить и Артем Владимирович Рубченко, и Виталия Витальевича Разумного за их содействие в работе не только исторического общества, об этом Ксенриевич Могилевский рассказал, но и в работе уже молодежного клуба российского исторического общества за содействие в направлении замечательных коллег, которые сегодня у нас выступят в очном формате. Спасибо вам большое. Мы продолжаем нашу работу и хочу передать слово Бжане Милане Геннадьевне, советнику министра культуры Республики Абхазия, сотруднику Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Республики Абхазия, выпускница историка архивного института Российского государственного гуманитарного университета, человек, который развивает историческое знание, и как раз-таки эти исторические связи, их подчеркивает между Республикой Абхазии и Российской Федерацией. Милана Геннадьевна, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Иван Александрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Для нас большая честь сегодня находиться здесь и представлять нашу страну. Нас с Россией связывает многовековая история. В различные периоды страну посещали выдающиеся российские научные, общественные, политические деятели, которые заложили фундамент российско-абхазских отношений и внесли колоссальный вклад в развитие региона. Такими выдающимися личностями является герцог Александр Константин Фридрих Альденбургский. Это генерал-адъютант, сенатор, член государственного совета. Он основал впервые на Кавказском побережье гагарский климатический курорт, положил в район железнодорожную ветку, поборов местную лихорадку и благоустроив гагарские пляжи. В 1912 году по настоянию принца Альденбургского Абхазию посетил император Николай II. Он посетил с семьей и, отбывая в обратный путь в Крым, в каграх накрапывал дождь, записал Николай II в конце заметки в своем дневнике. Такими личностями также являлись генерал Николай Раевский, который оставил яркий след в истории освоения Черноморского побережья Кавказа, почетный член Московского общества испытателей природы. Именно ему принадлежит заслуга создания в 1840 году ботанического сада в городе Сухум. Считается, что именно Раевский привез на Черноморское побережье первые лозы винограда сорта Изабеллы, чем и заложил традицию его возделывания, в том числе и в Абхазии. Николай Николаевич Смецкой, российский меценат и предприниматель, создатель Сухумского тентропарка, основатель абхазских санаториев для больных туберкулезом и ряд других видных ученых и политических деятелей, общественных деятелей. Исходя из этого, можно сделать вывод, что нас, Россия, за все это время сформировалось единое историко-культурное наследие, которое является исторической памятью наших народов. Говоря про современный этап наших взаимоотношений, хочется сегодня еще раз вспомнить про важное историческое событие в истории абхазского народа. 26 августа 2008 года Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о признании независимости Республики Абхазия, тем самым дав нашему народу желанную национальную свободу, за которую мы боролись столетиями. С этого момента начинается новый этап взаимоотношения наших стран. В том же году был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. В связи с чем, считаем необходимым еще раз дать справедливую историческую оценку этому важному событию и увековечить имя Дмитрия Анатольевича Медведева в истории Абхазии, назвав Алию в одном из исторических городов Абхазии. Дорогие коллеги, Абхазская сторона заявляет свою готовность работать в направлении исторического просвещения в регионе совместно с российскими коллегами и в перспективе, как уже заявил Константин Ильич, об открытии отделения Российского исторического общества в Республике Абхазия. Надеемся на плодотворную работу. Всем участникам круглого стола успехов. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Милана Геннадьевна. Действительно, были озвучены очень важные исторические личности, факты, которые подчеркивают нашу разрывную связь в Российской Федерации и Абхазии. Позволю взять также небольшое слово тому, как считаю себя причастным к событиям, которые сейчас происходят в наисовременнейшей истории России, если так можно сказать, и процесс которых еще, так сказать, не завершен. Являясь уроженцем Республики Крым, тогда еще в составе Украины, собственно, пришлось лично пройти через процесс интеграцию, вовлечение себя лично и себя как будущего историка, закончившего историко-архивный институт РГГУ, также через пространство вовлечения, через процесс вовлечения в исторический контекст, в историческую культуру, ознакомление с историко-богатейшим, историко-документальным наследием России, и Крыма в том числе. И, конечно, мы не могли ни организовать, ни провести такое мероприятие, как минимум круглый стол для того, чтобы подчеркнуть важность, значимость, необходимость вовлечения и новых регионов, условно называемых новыми. Мы понимаем, что это историческая часть России, большой России, и дружественных стран, которые также неразрывно связаны с нашей страной, в создании, еще раз оговорился, опять же, Костяний Ильич правильно меня поправил, в развитии уже имеющегося созданного исторического пространства на этой большой нашей необъятной территории. Процесс очень сложный, но вот с коллегой мы сегодня, с некоторыми пообщались, увиделись, и я осознал то, что со многими из них мы познакомились как раз-таки на аналогичных мероприятиях, будучи студентами, форумы, круглые столы, конференции. И кроме того, что мы сегодня услышим действительно значимые, интересные, потому что я предварительно смотрел, ознакомился с презентациями, с текстами докладов, интересные доклады от коллег как с новых территорий, так и из Москвы, из Абхазии. Мы делаем очень важное дело, когда говорим, встречаемся, общаемся просто физически, потому что налаживание этих самых параллельных связей, оно даст свой, я считаю, невероятный выхлоп через два, три, может, через год, а может, через десятилетие, потому как именно эти знакомства на молодежном уровне, на уровне, когда мы еще формируемся как профессионалы, будущие историки, кто-то уже с диссертацией, кто-то, как раз, Пастер Ильич отмечал, пишет, завершает диссертацию, в том числе, как ваш покорный слуган. Это очень важно, потому как в дальнейшем темы могут пересекаться, кому-то могут потребоваться документы, некое историко-документальное наследие, поддержка в одном регионе, и уже человек будет знать, кому обратиться, у него есть не просто некое отделение, общество, государственная структура, куда он имеет право как гражданин обратиться, а есть личный контакт, личная связь. Это самое важное, потому что это создает оперативность, это неформальная обстановка, и, в принципе, эти дружеские контакты дают в дальнейшем плодотворный эффект не только для позитивного настроения у этих людей. Конечно, нет. Это дает эффект и в развитии исследований, которые идут на благо нашей страны, потому что, общаясь у себя, в Российской академии наук, где я пишу диссертацию, со старшими коллегами, они постоянно указывают, что у меня тут есть коллега, я с ним знаком, что там 40 лет, и вот он может подсказать какие-то материалы. То есть вот именно эти параллельные связи, в том числе, являются очень важным вкладом в развитие трудов, монографий, статей, диссертаций, как кандидатских, так и докторских, и, соответственно, качественно влияют на историческую науку в нашей стране, да и не только в стране, это общемировая нормальная практика. И хотелось бы выразить признательность людям, которые проделали сюда большой путь, коллеги из Луганской народной республики, Алексеева Светлана Александровна с нами, из Донецкой народной республики, Митейко Мария Александровна, и из Запорожской области, Жиряков Константин Александрович, а также, конечно, коллеги из республики Абхазия, Джанни Милана Геннадьевна, Аргун Мальвина Родикотна, Ажба Милана Эдуардовна Баталовна, Эшба Батал Валерьевич и другие коллеги. Я думаю, что сегодня плодотворно мы поработаем, обсудим, и кулуар у нас будет, кулуарная часть, кофе-брейк, где мы все еще раз познакомимся и обменяемся контактами, наметим дальнейшее сотрудничество. Поэтому хочу уже от своего лица и поблагодарить вас всех, и пожелать удачи в дальнейших ваших исследованиях. И хочу передать слово для выступления, для доклада Жирякову Константину Александровичу, ассистенту кафедры гуманитарных наук Мелитопольского государственного университета имени Макаренко с докладом на тему «Генезис включения при Черноморье и при Азовье в русское историко-культурное пространство». Пожалуйста, Мамского. Добрый день, уважаемые коллеги. В первую очередь, хотелось бы вас поблагодарить за приглашение, участие в этом мероприятии. Можно, пожалуйста, вывести презентацию. Итак, как мы знаем, при Черноморье всегда было важным аспектом в внутренней политике России. Вообще географически при Черноморье — это регион вокруг берегов Черного моря или пункта Эфиксинского. А в контексте истории России — это территория Северного при Черноморье. Важным элементом этого географического региона является Северное при Азовье. Географически Северное при Азовье занимает территорию современных Запорожской области, Донецкой народной республики, Ростовской области, Российской Федерации. Климатическое при Азовье расположено в умеренно-континентальной климатической зоне. С точки зрения истории, особенностей при Черноморьского и при Азовского историко-географических регионов заключаются в пересечении различных культур, где в этих регионах они взаимовлияют и смешиваются друг с другом. Впервые мы можем проследить и исследовать подобное взаимовлияние в периоде 7-6 века до н.э., когда на этом территории начинается культурное взаимодействие греческой античной цивилизации и одной из известнейших культур великой степи — скифской. Однако стоит отметить, что в греческих колониях на территории Меотиды и Понтаевскинского господствует классическая для Западной Европы культура. Они считают представителями цивилизаций исключительно себя греков, а все окружающие их здесь народы они считают варварами. И потом западные цивилизации взаимодействуют с этим регионом и продолжают подобную культурную политику. Период с 3 по середину 7 века данная территория во время господства гоцких, гуннских и прочих племен он выступает так называемым плавильным котлом культур, на основе которых возникают новые, примером которым яркой может служить черноховская культура. В середине 7 века на территорию Приазовья распространяется власть Хазарского каганата, а с конца 9 века древнерусское государство или же, как мы знаем, русичное, начинает борьбу за кочевниками, за контроль над преднепоровскими, причинноморскими, приазовскими и придонскими территориями. Именно с этого момента и формируется российская южная политика, которая и формирует историко-культурное пространство в большинстве в последующем России на этих территориях. Планомерная Русь продвигалась на юг, венцом этого продвижения на раннем этапе были так называемые походы Святослава на Хазарию 1965-969 годов, которые способствовали разрушению Хазарского каганата, и именно в этот период предпринимается Россия первая попытка включения территории Причерноморья и Приазовья в русское, в то время еще культурное пространство. Однако в X-XI веке вследствие изменения торговых маршрутов, увеличение угрозы со стороны степняков, происходит переориентация внешней политики и на смену южному направлению происходит западное. Распространение на территории Приазовья половцев, а также активизация их набегов в XI-XII веках приводит к необходимости возвращения усилий политики России на южное направление. И в 1103, 1109 и 1111 годах Владимир Мономах вынужден предпринять ряд походов против половцев, в том числе и на территорию Приазовья, знаменитый поход 1103 года. Однако сложная внешняя и внутренняя политическая обстановка не позволила воспользоваться успехами походов и распространить на эти территории культурное влияние Руси. В 30-х годах XII века на Руси начинается период феодальной раздробленности, а позднее середины XIII монгольское завоевание. Эти факторы привели к утрате результатов южной политики предыдущего этапа. Возвращение к включению при Черноморье и при Азовье в историко-культурное пространство теперь уже Московского царства происходит в середине XVI века при Ивании IV Грозном. В 1556 году по приказу московского царя Ивана IV Дмитрий Вишневецкий, который документально с весны 1556 года находится на службе московского царя, строит крепость на острове Малая Хортица, которая, однако, была разрушена турками в 57-м году. Но по приказу царя в 1558 году в Вишневецкой предпринимают успешный поход на Приазовье и доходит вплоть до Перекопа. В 59-м году готовится крымский поход. В нем принимают участие со стороны Россиевого ивода Данила Адашев и Дмитрий Вишневецкий. Однако, крымский поход был неудачен. Тем не менее, в период с 59-го по 60-й год Вишневецкий под рукой московского царя предпринимает три похода на турецкую крепость Азак в современный Азов. Однако, из озарочения сил России в Ливонии южное направление снова было отложено на длительный период. Следующий этап освоения Приазовья и Причерноморья русским государством связан с эпохой русско-турецких войн серия военных конфликтов между Россией и Турцией. В ходе первых шести русско-турецких войн происходит постепенное и полномерное включение территории Приазовья и Причерноморья в русское историко-культурное пространство. С точки зрения окончательного включения этих регионов в русское государство нас интересуют русско-турецкие войны эпохи Екатерины II, которые закончились в конце XVIII века присоединением Северного Причерноморья, Приазовья и Крыма к территории Российской империи. Именно при Екатерине II Причерноморье и Приазовье окончательно входят в состав Российской империи и именно при ней была выполнена главная цель южной политики государства. Цель, которая состояла еще со времен Святослава Игоревича превращение моря Меотиды во внутреннее море российского государства. При Екатерине II также четко выделяются главные отличительные черты российской политики в Причерноморье и Приазовье. Во-первых, отсутствуют попытки притязнения по религиозным или этническим признакам, характерные для периода господства кочевников. Во-вторых, активное развитие освоенных территорий. Еще до Екатерины II на постепенно освобождающихся территориях российские императоры начинают активное строительство городков, форпостов и солдатских благоузов. Но именно при Екатерине II эта тенденция достигает невиданного ранее размаха. Были построены крупнейшие южно-русские города Одесса, Николаев, Севастополь, Симферополь, ныне Мариуполь. Помимо прочего, именно при Российской империи началось промышленное развитие этих регионов. Его колонизация за счет русских крестьян из внутренних губерний России. Этот процесс активно поддерживало правительство путем раздачи земель для заселения, предоставления займов и лготного налогообложения. Именно активная политика Российской империи превратила дикое поле, по которому кочевали степняки, в индустриально развитый регион. Именно российское государство принесло на эти территории цивилизацию современного типа. Эти территории стали русскими землями. Помимо прочего, включение при Азовье и при Черноморье в русское историко-культурное просторанство предполагало формирование и развитие системы образования. Следует подчеркнуть, что с начала 19 века в отечественном университетском образовании начинает набирать силу образовательные тенденции. Это выражается и в этом регионе. Связано это в первую очередь с необходимостью формирования образовательной политики, направленной на формирование качественных и квалифицированных кадров. Помимо прочего, эта тенденция продолжалась и в советский период. Помимо прочего, в советский период эти регионы подверглись массовой индустриализации и энергификации. Только на территории Запорожской области было построено несколько крупнейших электростанций, заводов и 7 вузов. Ну и лишь в 1922 году в политических целях русские территории при Черноморье и при Азовье были включены административно в состав УСССР. На сегодня стоит отметить, что на освобожденных прошу прощения, на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей предстоит сложный процесс воссоздания и восстановления единого общего русского историко-культурного пространства, воссоздания общей исторической памяти и культуры, которые во время украинского периода были существенно деформированы, искажены и использованы с целью создания нарратива и проекта антироссии. Сейчас на этих территориях ведется работа по включению освобожденных территорий в общерусское историко-культурное пространство. В первую очередь в системе среднего и высшего образования произошла имплементация в российские образовательные пространства и переход на русские образовательные стандарты в ГОСы. Также в ВУЗе сформирована система квалифицированного ядра, которая сумела запустить систему исторического образования на этих территориях. В общественной сфере создаются филиалы русских общественных организаций, деятельность которых способствует восстановлению общерусско-исторической идентичности. РИО юнармия готовится, помимо прочего, к открытию региональное отделение ВААПИК. В-третьих, к культурном пространстве восстанавливаются старые, устанавливаются новые культовые исторические памятники и сооружения, способствующие восстановлению и формированию единой общерусской историко-культурной памяти. В частности, был установлен памятник Павлу Судоплатову, памятник Александру Невскому и восстановлен памятник Ленину. Резумируя все вышесказанное, хочу отметить, что развитие Причерноморья и Приазовского региона непосредственно связано с их включением в русское историко-культурное пространство. Именно Россия сумела превратить территорию Дикого Поря в процветающий регион с высоким уровнем образования, здравоохранения, энергогенерации и промышленного производства. К сожалению, за годы украинской независимости все это было разрушено, украдено или извращено. Теперь нам состоит долгий упорный путь по преодолению результатов деятельности украинских националистов на территории Русского Причерноморья и Приазова. Требуется значительная работа по их возвращению в единое общерусское историко-культурное пространство и воссоздание у жителей этих регионов общей исторической памяти и культурной идентичности. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Костин Александрович, за то, что ваконично, конкретно структурированном наложили нам историю при Азове, при Черноморье. Коллеги, есть ли в зале вопросы, комментарии? Вопросов, если нет, мы движемся дальше. И следующий доклад словом хочу передать Митейко Марии Александровне, аспиранту кафедры отечественной и региональной истории Донецкого национального университета с докладом «Донбасс как часть русского мира, история и современность». Мария Александровна, пожалуйста, вам слово. Спасибо. В первую очередь хочется сказать спасибо за организацию, за приглашение. Можно, пожалуйста, презентацию? Итак, в 2014 году народ Донбасса сделал свой выбор и с оружием в руках доказал готовность его защищать. Однако, в условиях информационной войны, навязанной Киевом, молодежь зачастую теряет уверенность и нравственные ориентиры. Сейчас крайне необходимо в простом и доступном виде в первую очередь донести до подрастающего поколения неопробежимые факты, подтверждающие неразрывную историческую и социокультурную связь Донецкого региона и России. Почему подрастающего поколения? Потому что это неокрепшие умы, можно вязать все, что угодно, что впоследствии приведет не к очень хорошим, скажем так, последствия. В 1579 году правительство сформировало специальные подвижные иконные части для патрулирования степных шляхов от реки Миус до реки Самары. В начале 17 века здесь стали отсидать русские служилые люди изюмской черты, при Екатерине II уже была проведена Днепровская линия укреплений по южной границе Екатеринославской губернии, в результате чего обширные пустынные территории, прикрытые укрепленными линиями, стали доступны для заселения. Русский родознатист Григорий Капустин в 1721 году открыл каменный уголь близ притоков Северского Донца. Он доказал пригодность Донецкого угля для использования в кузнечном деле и железнодеятельном производстве, однако после смерти Петра I за Донбасс забывают и интерес к Донецкому углю возрождается уже в 1827 году, когда Ковалевский под его руководством было организовано три геологические экспедиции. По их результатам он публикует статью, где впервые упомянет название Донецкий бассейн, после чего в сокращенном варианте, после чего наш регион будет уже сокращен, называется Донбасс. В 1841 году для организации поставок топлива для Азовско-Черноморского флота была введена в эксплуатацию первая технически оснащенная Донецкая шахта. А в 1869 году англичанин Джон Юс приобретает концепции на чугунное и рельсовое производство на юге России, строят на берегу реки Кальмюш первое крупное металлургическое предприятие, вокруг которого вскоре вырастет поселок Юзовка. И железные дороги соединят этот Донецкий уголь с Криворожской рудой, создав благоприятные условия для быстрого развития тяжелой промышленности в регионе, но, соответственно, уже и в Российской империи. Удельный вес Донецкого бассейна в каменноугольной промышленности страны возрастает до 74%, причем почти все коксующиеся угли добывались в Донбассе. Рост угольной промышленности способствовал развитию черной металлургии. К началу XX века сложились основные пропорции этнической структуры Донбасса со сравнительно незначительными изменениями, дошедшие до наших дней. Результатом стало формирование полиэтнической общности из представителей около 130 этнических групп с абсолютным преобладанием нерусских и весьма обрусевших украинцев, так называемых малоросов, которые являлись украинцами по паспорту. Даже в 1926 году при переписи населения абсолютное большинство как раз показали, вернее, абсолютное большинство проживающих на территории Донбасса как раз были русскоязычные люди. 12 февраля 1918 года в Харькове на областном съезде Советов рабочих депутатов была провозглашена Донецкая Криворожская Республика. В правительство Новой Республики вошли представители общероссийских левых партий, а возглавил ДКР-большевик Артем Федор Сергеев. Именно он отправил руководителю Советской России Владимиру Ленину телеграмму. Областной сет Советов принял в резолюцию о создании Совета Народных комиссаров Донецко-Криворожского бассейна как часть Российской Федерации Советов. Однако правительство Советского Союза в Москве решило, что стратегическое существование Советской Украины важнее, чем существование Донецкой Криворожской Республики. Поэтому в Центральном комитете партии большевиков было принято решение о присоединении территории Донецкой Криворожской Республики к территории Украины. В индустриализации Советского Союза Донбасс занимал особое место, так как в начале первой пятилетки он был единственной угольно-металлургической базой страны. Регион должен был обеспечить экономику страны топливом и металлом и тем самым превратить Советский Союз в современную индустриальную державу. Сраку известен плакат, вы можете видеть его на экране, Донбасс сердце России. На карте Донбасс изображен в виде сердца, от которого идут кровеносные сосуды по всей России. С первых дней Великой Отечественной войны работа всей промышленности транспорта и сельского хозяйства Шахтерского края проходила под лозунгом «Все для фронта, все для победы». Однако с приближением фронта шла эвакуация промышленных предприятий, шахты отправляли в Кузбасс и в Караганду в рубовые подъемные машины и электровозы, а на Урал уходили эшелоны с оборудованием металлургических и машиностроительных заводов. Железнодорожники переправляли вглубь страны целые заводы, десятки тысяч вагонов с людьми, материалами и продовольствием. Перебазированные в Сибирь, на Урал, в Подмосковье, по Волжье предприятия Донбасса сжатые сроки, наладили производство вооружения боеприпасов, значительно подняли выпуск металла и машин. Оккупировав Донбасс, гитлеровцы намеревались тут же завладеть всеми его богатствами. Было специально создано горно-металлургическое общество «Восток», которое должно было в кратчайшие сроки развернуть производство на заводах и наладить добычу угля. В своей книге «Утерянные победы» Эрик фон Манштейн писал, что Донбасс играл существенную роль в оперативных замыслах Гитлера. Он считал, что от владения этой территорией будет зависеть исход войны. С одной стороны, Гитлер утверждал, что без запасов мы не сможем выдержать войны в экономическом отношении. С другой стороны, по его мнению, потеря этого угля советами являлась бы решающим ударом по их стратегии. Донецкий уголь, как считал Гитлер, был единственным коксующимся углем по крайней мере в европейской части России. Потеря этого угля рано или поздно парализовала бы производство танков, боеприпасов в Советском Союзе. Уже 22 сентября с окончанием 23 сентября 1943 года оканчивается Донбасской наступательная операция. Уже буквально через месяц ГКО начинает издавать ряд постановлений, связанных с восстановлением Донбасса. Например, 26 октября было принято постановление первоочередных меров по восстановлению угольной промышленности, а 16 ноября было принято постановление о неотложных мероприятиях по восстановлению системы водоснабжения. Эта необходимость как можно более быстрого восстановления Донбасса была связана тем, что война продолжалась и потребности фронта возросли. В середине 70-х годов СССР являлся одним из мировых лидеров по добыче угля, уступая в первенство только КНР и США. Это было связано как раз с тем, что 27,5% союзной угледодобычи обеспечивали шахтерские коллективы Донбасса, на территории которого функционировали 23 производственных объединения по добыче угля. После распада Советского Союза началась активная политика украинизации, которая проводилась с Киевом с начала 90-х годов. И интересная статистика по сравнению с 1989 годом уже в 2000-х годах количество русскоговорящих на территории Донбасса уменьшилось на 6%, а количество говорящих на украинском языке увеличилось на 5,4%. Это было связано с тем, что часть выехала в Россию, потому что у них там были родственники, у них там были связи, в общем, трудовая иммиграция. Ну и в каких-то условиях было проще прикинуться украиноговорящим и человеком украинской национальности, так как Украина начала проводить мононациональную политику. В 1990-е 2000-е годы против населения Донбасса велась полномасштабная идеологическая война, целью которых являлась дезориентация людей навязыванием чужих идеалов, неиспойственных норм поведения, трансформации, национального самосознания. И вот одновременно с этим для жителей остальной части Украины создавалось массово тиражировался образ дончан, как людей низшего сорта, извините за выражение, быдла, представителей криминала. Составлялись черные списки представителей донецкой элиты и проводились выборочные аресты лидеров. Кроме того, дело производства переводилось на украинский язык. Обучение в школах тоже было в основном на украинском языке. Очень-очень редко обучение было на русском языке. Донецкая народная республика, Донецкая и Луганская народная республика возникли в ходе, скажем так, много, в ходе национально-освободительной борьбы русского народа Донбасса как ответ на многолетнее систематическое уничтожение русского языка и культуры и исторической памяти русского народа на Украине, а также антиконституционный переворот в Украине в 2014 году. Успешный путь присоединения к России Крыма в марте 2014 года стал показательным для нашего региона. Началось массовое движение русского народа, обретение политической самостоятельности, которое получило название «Русская весна». 11 мая был проведен референдум и за отделение от Украины высказалось 89% жителей Донецкой Народной Республики. Киевский режим был не согласен и он начинает антитеррористическую операцию, которая впоследствии приведет к разрушениям, к поломанным судьбам, к тысячам беженцев. И мишенями украинских войск стали сотни домов мирных жителей, зданий, больниц, школ, детских садов, высших учебных учреждений, православных церквей и так далее. ВСУ и другие участники АТО использовали неконвенциальные методы ведения войны и обращения с военнопленным мирным населением, что подтвердило террористический характер украинского государства. На данный момент это все продолжается, продолжается усиленно, потому что они считают до сих пор, что мы их территория, хотя это уже не так, это было подтверждено и 21 февраля, когда Владимир Владимирович подписал документ о признании Донецкой и Луганских народных республик, а также 30 сентября, когда был подписан документ о вступлении четырех новых субъектов в Российскую Федерацию. В качестве вывода стоит сказать, что с момента становления Российской империи Донецк, Донбасс всегда являлся частью юго-западных земель России. Само название Донецкий бассейн было введено в научный оборот российским ученым Ковалевским. В освоении Донецкого края принимали участие преимущественно русские исследователи и ученые, такие как Докучаев, Менделеев, Горлов, Енакиев. Русская культура являлась основополагающей формирование культурной общности народов Донбасса. Этим фактом подчеркивается неразрывная связь истории Донбасса с историческими судьбами России. Спасибо. Большое спасибо, Мария Александровна, также за то, что обобщили и сжатые сроки рассказали практически всю историю Донбасса, в том числе последние годы страдальческие. Развивая эту тему, передаем слово Алексееве Светлане Александровне, научному сотруднику Луганского краеведческого музея с докладом на тему становления исторической науки в Луганской народной республике. Пожалуйста, 10 минут у вас. В первую очередь мне бы хотелось поприветствовать коллег, которые собрались на данном круглом столе, и то, что мы имеем возможность поделиться своими знаниями в сфере истории и почерпнуть для себя что-нибудь новое. Можно, пожалуйста, презентацию? Что касается развития исторической науки, то в первую очередь проглашение независимости ЛНР обусловило новые вехи развития истории. Подождем презентацию. следует повториться, что касается исторической науки, проглашение независимости ЛНР в 2014 году обусловило новые вехи ее развития. В первую очередь это избавление от влияния идеологических установок украинского национализма и определение истории Донбасса как исконно русского мира. Также в условиях продолжающихся боевых действий было невозможным проведение археологических исследований. Потребовалось более 10 лет для возобновления археологических экспедиций в регионе. Этому поспособствовал Луганский краеведческий музей. На слайде вы можете видеть фотографии, которые были сделаны в ходе проведения раскопок, когда в мае-апреле и в октябре-ноябре 2021 года экспедиции гугловной Луганский краеведческий музей были проведены спасательные археологические исследования в ПГТ Георгиевка Латугинского района. В ходе раскопок были исследованы 4 кургана и в ходе исследований одного из них было выявлено редкое погребение мастера по изготовлению кремниевых орудий труда ямной культуры. Также под черепом было обнаружено 60 кремниевых орудий труда и в том числе кремниевый нож и наконечники стрел, дротиков и два бронзовых изделия. Также на одном из бронзовых изделий сохранилась роговая оправа, что является большой редкостью. И данное событие стало важным шагом в подготовке молодых ученых. А поскольку также на базе Луганского краеведческого музея состоялась презентация артефактов, которые были найдены в ходе данных раскопок. Также следует отметить отток многих ученых-историков за пределы региона, в связи с чем ЛНР берет курс на воспитание собственных кадров. Для этого распоряжением Совета министров был отрежен состав администрационной комиссии, деятельность которой направлена на формирование сети советов. Также местные ученые ориентированы в первую очередь на усиление актуальности краеведческих исследований, о чем нам говорит тематика конференций, которые проводят высшие учебные заведения. Из года в год на базе Луганского государственного педагогического университета выпускается сборник статей научно-практической конференции «Наука и образование в Донбассе. История и практика». А в него входят материалы, отражающие процесс становления и развития образования и науки в Донбассе с XIX века по наши дни. Также Луганский государственный университет имени Владимира Далиа также проводит республиканскую научно-практическую конференцию студентов, аспирантов и преподавателей «Актуальные вопросы отечественной истории, научные изыскания, раздумья и убеждения». Целью данной конференции организаторы определяют анализ наиболее актуальных проблем истории Отечества, в том числе истории Луганщины и всего Донбасса, обсуждая довольно широкий спектр вопросов. Актуальные страницы истории Луганска, церковь и общество, столкновение традиционных ценностей, историко-патриотическое воспитание, образование молодежи, жизнь и деятельность выдающихся исторических личностей, проблемы и перспективы преподавания истории, отечественной истории и мировой и в практике. Также не отстает от данной тематики и Луганский краеведческий музей. Буквально вот в этом году, 6-7 октября, у нас состоялась третья научно-практическая конференция «Локтюшевские чтения». Предметом рассмотрения стали актуальные вопросы изучения истории Донбасса, сохранения и популяризации историко-культурного наследия, привлечение внимания к краеведческому музею как одному из ведущих центров изучения истории Донбасса. А также вместе с собой в качестве подарка я привезла печатный вариант нашего дворника, который мне бы хотелось передать в молодежный клуб российского исторического общества. Спасибо. Спасибо большое. Такой вот упорник. Где содержатся все материалы, которые, людей, которые принимали участие, но также там есть и моя статья. Вот поэтому буду рада, если вы с ним ознакомитесь. А также помимо этого развитию исторической науки способствовало создание ячейки российского исторического общества в ЛНР, что позволило координировать работу общественных деятелей, историков, философов и культурологов для реализации совместных проектов. 24 мая 2022 года в колонном зале Луганска состоялось первое заседание отделения российского исторического общества в ЛНР. Впервые за десятилетнюю историю рожденного российского исторического общества появилось отделение за пределами Российской Федерации. В ходе мероприятия были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества специалистов республики с российскими коллегами в рамках программы «История исторического наследия Отечества». Открытие регионального отделения это выход на новый уровень взаимодействия с Россией между вузами, школами, музеями и архивами. И также сотрудничество с Россией позволит работать с сохранением истории Отечества, содействовать ее глубокому, более детальному, учательному изучению. Также в завершении встречи присутствующие единогласно проголосовали за создание отделения Российского исторического общества в ЛНР и определили руководителя. Им стал директор Луганского краеведческого музея Артем Владимирович Рубченко. и сотрудничество с Российским историческим обществом стало уникальной возможностью для повышения уровня квалификации целого ряда специалистов в республике, такие как преподаватели, ученые и архивные работники. Также 3 августа стартовал масштабный проект «Наши традиции», который способствует приобщению жителей ЛНР к российскому культурно-историческому наследию и традициям. Первой выставкой проекта стала экспозиция Всероссийского музея декоративного искусства, красота и самобытность славянской культуры. Также на выставке в Луганском Центре народного творчества были представлены хохломской промысел, лаковая роспись и традиционные костюмы, также шелковые платки, выполненные по эскизам российского художника. Также в рамках проекта «Наши традиции», подготовленного Министерством культуры РФ и Музеем Победы при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР демонстрируются выставки из 13 федеральных учреждений культуры Российской Федерации. Они представлены на площадках на различных площадках ЛНР в музеях, домах культуры и в театрах. Также на базе Луганского краеведческого музея была открыта выставка проекта «Наши традиции», которая была посвящена Петру Первому. И нельзя не упомянуть о роли Луганского краеведческого музея в распространении истории среди обучающихся и студентов. Сегодня Луганский краеведческий музей это крупнейший научно-исследовательский и научно-проссетительный центр, главное хранилище памятников материальной и духовной культуры Луганщины. Также деятельность нашего музея включает в себя различные формы работы с посетителями, в том числе такие, как познавательная, образовательная, воспитательная и социальная. Также деятельность музея осуществляется и за пределами здания. Это выездные экскурсии в учебные заведения города Луганска, которые проводят музейные уроки с демонстрацией мини-выставок предметов из коллекции нашего музея. Тематика экскурсии очень разнообразна. Поскольку мы являемся краеведческим музеем, то в первую очередь мы затрагиваем и природу, то есть это животный мир, растительность Луганщины, народные праздники Луганщины, наш край в годы Великой Отечественной войны, что такое музей и музейные предметы рассказывают. Также Луганский краеведческий музей является центром научно-исследовательской краеведческой работы. В результате научной деятельности сотрудники музея не только пополняют музейную коллекцию, но и накапливают научную информацию. Музей участвует в научно-практических конференциях, в которых сотрудники представляют свои наработки для общественности и вводят малоизвестные исторические факты по истории Луганщины в научный оборот. Таким образом, можно сделать вывод, что историческая наука в ЛНР находится на достойном уровне, поскольку ориентирами в историческом образовании является профессионализм, воспитание гражданственности и патриотизм через объективный анализ событий и фактов. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Светлана Александровна. Я думаю, что у нас будет еще часть трений, дискуссий в завершении нашей конференции, потому что лично у меня много вопросов ко всем докладчикам появилось лично от себя. Но не будем затягивать наш ход работы, а наше заседание так украсит подключившиеся коллега к нам это Воронова Ольга Ефимовна, член Общественной палаты Российской Федерации, член Научного совета Российского военно-исторического общества, главный редактор журнала «Идеология будущего», профессор кафедры журналистики Рязанского государственного университета имени Сергея Александровича Есенина. Ольга Ефимовна, спасибо большое, что нашли время, что подключились. Мы знаем, что вы до нынешних событий, до 2022 года, вели работу, большую работу с Донбассом, с республиками Донбасса. И поэтому расскажите, пожалуйста, поприветствуйте наших коллег и расскажите о той деятельности, о вашем опыте. Здравствуйте, дорогие друзья. Прежде всего, от всей души и сердечно приветствую вас от имени Общественной палаты Российской Федерации и Научного совета Российского военно-исторического общества. Думаю, что сегодня проходит очень важное событие, когда объединяются научные способности, таланты, гражданская позиция, студенчество наших новых территорий вместе со студентами большой исторической родины. А мы знаем, что песню дружбы запевает молодежь, и эту песню не задушишь, не убьешь, как пели наши с вами сограждане старших поколений. Мне хотелось бы сказать о том, что действительно российское, русское при Черноморье это перекресток многих мировых цивилизаций, это сакральное место для многих народов и национальностей, это пространство этнокультурного многообразия, богатейших природных ресурсов, и не случайно во все времена именно эта территория привлекала внимание очень многих наших противников и врагов. И поэтому так важно сегодня крепить наши духовные и исторические узы. и изучать историю и культуру русского, российского присутствия на этом огромном глобальном регионе. Конечно, дорогие друзья, бывая уже более десяти раз на территории Донецкой и Луганской народных республик, посетив и Республику Абхазия, общаясь со студентами, преподавателями, я приобрела огромный нравственный, духовный, профессиональный опыт. Должна сказать, что на территории нашего героического Донбасса, даже в условиях военного времени, успешно развивалась научная историческая школа, успешно работали преподаватели, ученые, студенческая молодежь, и каждый раз я в этом убеждалась с огромной радостью. Мне посчастливилось выступать с лекциями по проблематике информационного противоборства в Донецком национальном университете. Я знаю, что есть представители этого героического вуза сейчас, и в частности моего хорошо знакомого мне коллеги Виталия Витальевича разумного, замечательного донецкого историка. Мы бывали и в Горловском институте иностранных языков с лекциями, и в Луганском ныне государственном педагогическом университете. И, конечно же, активно сотрудничаем с Луганским государственным университетом имени Тараса Шевченко, с республиканскими библиотеками ДНР и ЛНР. То есть у нас очень много на этих славных территориях друзей, коллег, соратников, единомышленников, но очень важно этот опыт старшего, среднего поколения передавать молодежи. Потому что молодая студенческая наука в области истории это залог того, что духовная сила и мощь нашего большого российского исторического отечества будет с годами и десятилетиями только крепнуть. Конечно, не могу не сказать о том, что на меня всегда производило большое впечатление общение со студентами вузов ДНР и ЛНР. И уже тогда чувствовалось, что это настоящие патриоты, настоящие герои своей земли, не покинувшие ее в трудный момент, а более того, когда Родина призвала, они встали в ряды ее защитников. И поэтому сейчас я с большой радостью узнала об указе нашего президента Владимира Владимировича Путина о демобилизации студентов вузов Донецкой и Луганской народных республик с тем, чтобы они могли вернуться на свои учебные места и продолжить свою образовательную деятельность. Это очень важно, сберечь наше молодое поколение для наших будущих побед, потому что молодая историческая наука это залог нашего будущего. В связи с этим я хотела сказать о том, что недавно вышла замечательная монография «История Украины» под редакцией моего коллеги по Общественной Палате Российской Федерации, директора Фонда исследования проблем демократии, человека, который активно занимается созданием трибуналов, общественных трибуналов по наказанию преступлений украфашизма во время прошедшего периода, когда ДНР и ЛНР сражались с киевским режимом за свое право говорить на русском языке, сохранять, сберегать свои дома, души и семьи от воздействия человеконенавистнической неонацистской идеологии и сейчас остаются на переднем крае этой борьбы. Среди авторов коллеги, которых, конечно, знают на этих территориях, это и Владислав Николаевич Дейнега, министр иностранных дел Луганской Народной Республики, это Малькевич Александр Александрович, тоже мой коллега по Общественной Палате Российской Федерации, который активно работает на территории героического Донбасса в средствах массовой информации и целый ряд других наших коллег, в том числе и Александр Дюков, директор фонда Историческая память, ученые Москвы, Кубани, это очень правдивая, очень объективная книга, основанная на новейших материалах. Ну и еще хотела бы сказать о том, что как главный редактор нового общественно-политического журнала Идеология будущего, я очень заинтересована в том, чтобы на страницах этого журнала появлялись статьи молодых ученых, молодых исследователей, в том числе и талантливых студентов. Этот журнал как общественно-политическое, экспертно-аналитическое издание выпускается под эгидой Российского военно-исторического общества. В каждом номере есть рубрика «Спецоперация на Украине», идеологическая и информационная поддержка, а также важная для идеологии, которая сейчас формируется в нашей стране, важная рубрика «Идеология будущего в фокусе прошлого и настоящего». Каждый раз обложка новая, на ней один из новейших памятников, сохраняющих историческую память нашего народа. Вот в этом номере вы видите обложку, на которой изображен недавно установленный в Курске памятник юным защитникам отечества, сынам полков и пионерам героев, рядом с музеем юных защитников Родины, единственным пока первым в России. Посмотрите на этого маленького солдатика, его храброе лицо с глазами устремленными в будущее, и девочка уже из нашего поколения, которая возлагает цветы к этому памятнику. Ведь более 600 тысяч ребят от 8 до 16 лет были награждены боевыми государственными наградами. И наш модератор Иван Александрович Кулаков хорошо об этом знает. Так вот, я хотела бы завершить свое выступление напоминанием о том, что будущее это часть истории, неотъемлемая ее часть. неслучайно существует сейчас такое направление в нашей науке, как футур история, то есть история будущего. И обязательно нам всем необходимо помнить слова нашего замечательного историка Василия Осиповича Ключевского. История это тот фонарь, который светит нам из прошлого в будущее. Дорогие коллеги, вы люди будущего, люди, на которые надеется наше Отечество. Не забывайте о том, что будущее это часть нашей великой истории. Спасибо вам за внимание, рада услышать интереснейшие доклады, рада продолжению нашей замечательной встречи. Всего вам самого доброго. Большое спасибо, Ольга Химовна, за приветственное слово, за напутствие. Нам также это очень приятно, очень важно, что общественная палата и военно-историческое общество находятся с нами в коммуникации, поддерживают особенно такие журналы. Спасибо, коллеги. Мы прерываемся на ИРЫБ до 13.30, на небольшой кофе-брейк и продолжим нашу работу уже после него. Поэтому приглашаю всех в соседний зал на кофе-брейк. Продолжаем нашу работу. Слово передается представители Абхазской делегации Арбун Мальвини Народниковне, младшему научному сотруднику отдела источниковедения Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Республики Абхазия, доклад «Пути развития исторической науки в Республике Абхазия». Пожалуйста, вам слово. Абхазская историческая наука сравнительно молода. Она стала развиваться последние полтора-два столетия. Это связано с вхождением Абхазии в российское историко-культурное пространство. Именно тогда зародилась и абхазская письменность, без которой говорить о развитии профессиональной науки невозможно. С конца 19-го начала 20-го века в истории абхазской науки был периодом зарождения становлений, накоплений и публикаций материалов, приобретающих ценнейший характер первоисточника. После установления советской власти в Абхазии абхазская историческая наука начинает интенсивно развиваться. Создаются первые научные организации Абхазское научное общество и Академия Абхазского языка и литературы. Однако они не были в достаточной степени обеспечены соответствующими подготовленными кадрами. В них были объединены главным образом любители и энтузиасты, краеведы, педагоги, практики. Привлекали специалисты из других республик и областей. Нехватка профессиональных кадров особенно остро чувствовалась в области общественных наук. Под руководством Академии Камара выпускники Ленинградского института востоковедения Арсений Хашб и Виктор Кукба защитили первыми среди абхазов кандидатские диссертации в области абхазской филологии и в начале 30-х годов вернулись на родину и возглавили научно-абхазовическую работу. Подготовка профессиональных кадров абхазоведов значительно усилилась начиная со второй половины 50-х и 60-х годов 20-го столетия. Кадры готовились главным образом в Москве, Тбилиси, Ленинграде и других научных центрах бывшей страны Советов. Появилась целая плеяда историков. После распада СССР положение в науке резко изменилось. Страшная экономическая разруха и политическая создали в стране напряженное социально-экономическое и политическое положение, которое сказывалось отрицательно в области исторической науки. После Грузино-Абхазской войны научные учреждения Абхазии, ранее принадлежавшие всесоюзным или республиканским ведомствам, оказались представленными самим себе. Стало необходимо сохранить эти коллективы и научный потенциал, и наиболее оптимальным выходом из сложившегося положения было признано создание Академии наук. Почти через два месяца после окончания Грузино-Абхазской войны Верховный Совет Республики Абхазии принимает постановление о создании Академии наук. Это было 12 декабря 1993 года. В последние годы науке уделяется большое внимание и со стороны руководства Республики Абхазии. Принят закон о науке научно-технической политике учреждена Государственная премия Республики Абхазии имени Заря. Знаковым событием в научной жизни Республики было признано заключение соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Российской Академией наук и Академией наук Абхазии. На базе этого соглашения значительно расширяется сотрудничество научных учреждений Академии наук Абхазии с головным научным институтом России, особенно Республики Северного Кавказа и стран СНГ. Это сотрудничество для Абхазии дает возможность восстановить разорванные связи в результате крушения советской власти. Хочется несколько слов сказать про Абхазское историческое общество. У нас в советское время функционировало Абхазское историческое общество и общество знаний, которые занимались популяризацией истории, тем самым формировали и поддерживали идеологию страны. Несмотря на то, что деятельность этой организации носила формализованный характер, она все поддерживала необходимую уровень знаний об истории происходивших процессов. Эти организации сегодня в Абхазии не функционируют, их функции никем не заполнены. Но как мы знаем, святое место пусто не бывает и образовавшийся вакуум, как правило, заполняется диалогемами и несоответствующими интересами укрепления абхазской государственности. После войны в Абхазии была предпринята попытка восстановления деятельности Абхазского исторического общества. Но в силу разных причин она не получила продолжение. И с учетом всего сложного возобновления деятельности, его создание Абхазского исторического общества явилось бы важным делом в направлении в первую очередь популяризации истории, которая является неотъемлемой частью государственной идеологии. И по нашим представлениям Абхазское историческое общество и как вся научное сообщество Абхазии должны развиваться в сотрудничестве и взаимодействии как с российским историческим обществом в частности, так и со всем историческим сообществом Российской Федерации в целом. Благодарю за внимание. Большое спасибо, Алина Родиговна. Мы продолжаем нашу работу и следующий доклад прочитает Хажба Милана Эдуардовна, редактор сектора официальной информации администрации президента Республики Абхазия, координатор конкурса молодых лидеров «Гордость Абхазии». Доклад «Роль молодежи в формировании исторического сознания». Пожалуйста. Еще раз хочу поприветствовать всех присутствующих и сказать вам огромное спасибо за приглашение. Для нас честь находиться сегодня здесь. Что касается вопроса о популяризации истории, этот вопрос он очень важен и актуален на сегодняшний день. Молодежь является самой мощной движущей силой и отталкиваясь от своего личного опыта работы с различными молодежными организациями, с полной уверенностью могу сказать, что молодежь нашей республики готова и хочет внести свой вклад, свой посильный вклад в развитие исторического сознания и сохранение исторической памяти. Тема сохранения исторической памяти является, на наш взгляд, вопрос национальной безопасности. Сейчас, как мы все видим и наблюдаем, мир переживает тяжелые времена, идет целенаправленная фальсификация истории. Поверьте нам, в Абхазии, как никому, хорошо об этом известно. Вот, например, у нас во время Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году грузинские войска целенаправленно сожгли ведущие институты нашей республики и самое ценное это государственный архив республики Абхазии. И вот уже на протяжении 30 лет наши ученые, историки, при поддержке коллег из России, по крупицам восстанавливают нашу многовековую память. Еще хотелось бы немного сказать о том, что на сегодняшний день учебники истории, которые наши дети изучают в школах, они не способны заложить историческое сознание и, как показывает практика, даже изучая там самые хорошие учебники истории, вот, что запоминает подросток? Это в основном какие-то личностные достижения, которые носят какой-либо материальный характер, но никак не какие-то важные моральные модели или же историческую идеологию. Вот, и каждый скольный учебник, он трактует определенные исторические события по-разному, и мне кажется, что вот совместно с российскими коллегами необходим консолидированный подход к этому вопросу, и мне кажется, что это приведет к очень качественным результатам, если мы все вместе возьмемся за это. что касается, вот как есть, мы наблюдаем за теми процессами, которые происходят в России, и есть определенная позитивная динамика, вот, я имею в виду сейчас направление сохранения исторической памяти, к примеру, для меня, как для правнучки ветерана Великой Отечественной Войны, 41-45-х годов, мой прадед дошел до Гёнигсберга, и акция бессмертного полка, которая проходит в России, если они швейс, 2012-го года, вот, с каждым, в этой акции принимают миллионы молодых людей, и не только уже на территории Российской Федерации, но и далеко за ее пределами, это миллионы ушедших жизней, и их потомки, хотелось бы отметить, что в Абхазии мы тоже проводим эту акцию бессмертного полка, и мы тоже наблюдаем позитивную динамику, с каждым годом в подобных акциях принимают все больше и больше представители молодого поколения, я считаю, что это один из таких очень важных факторов, потому что значит, уже у подрастающих поколений сложилось какое-то понимание того, что это действительно очень важно, и что нужно двигаться и работать в этом направлении. У нас на территории Республики Абхазии существуют различные площадки, на которых у молодых людей есть возможность проявить себя, вот, одной из таких площадок является Международный молодежно-исторический форум История Архива Межгосударственного измерения, который был учрежден в 2016 году на базе Историко-архивного института РГГУ, Иван, вам тоже об этом известно, вот, и при правительстве Республики Абхазия. В рамках форума были реализованы различные мероприятия, как на территории Абхазии, так и на территории Российской Федерации. Например, издание сборника архивных документов по истории Абхазии совместно с российскими коллегами по фондам федеральных архивов Российской Федерации. Также по институту форма была организована на базе Кабинета Министров Республики Абхазии празднования 90-летия архивной службы Республики Абхазия, в котором принимали участие коллеги из России. Хотелось бы отметить, что и на данный момент идет активная работа по выявлению документов, утраченных во время войны народа Абхазии. И еще хотелось бы вот здесь присутствуют представители ДНР и ЛНР. Мы успели с ребятами недолго пообщаться во время кофе-брейка. И мне хотелось бы им сказать о том, что все то, что сейчас они переживают, в недавнем прошлом переживала народ Абхазии тоже. И хочется пожелать вам терпения, самое главное набраться терпения, двигаться в том направлении, в котором вы уже двигаетесь, показывать качественный результат своей работы, и тогда у вас обязательно все наладится, все эти тяжелые времена, они обязательно пройдут. Мы со своей стороны всегда готовы к продуктивному и активному сотрудничеству с вами всегда открыты и желаем вам огромного успеха в вашей деятельности. Большое спасибо, Милана Эдуардовна, за теплые слова и главное за такой тоже обстоятельный доклад. Вы отметили, что уже определены были векторы на развитие сотрудничества в области молодежной, в плане молодежи, в исторической науке между Россией и Абхазией, и эти векторы, конечно, нужно закреплять, о чем говорила и Мальвина Родиковна, и Милана Геннадьевна, нужно стремиться к созданию не то, что формального некого объединения, конечно, мы все за неформальный диалог, но когда есть некое объединение, то проще сотрудничать, коммуницировать, контактировать и общаться. Так что от лица молодежного клуба развиваем тезисы Константина Ильича Могилевского, тоже хотим пожелать удачи в открытии исторического, российского исторического общества, его отделения в Республике Абхазия, и мы со своей стороны, также, если будет нужна помощь, молодежный клуб всегда открыт к предложениям, к запросам, к вопросам, мы будем помогать по мере наших возможностей. И мы двигаемся далее. передаю слово Иванюте Павлу Павловичу, руководителю проектов дирекции федеральных программ Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» с докладом «Историческая наука в Крыму образовательный и просветительский аспект». Прежде чем Павел Павлович возьмет слово, я бы хотел такую преамбу сделать. Мы сегодня говорим об истории при Черноморье, об опыте, как Константин Ильич отметил, нужно говорить не только о теории, но и о практике, вовлечения в историческое пространство, в создание базы для развития исторической науки, исторического образования, просвещения на новых территориях. И вот Крым этот опыт уже прошел. Крым этот опыт уже прошел успешно, я считаю, в течение восьми лет. И Павел Павлович один из людей, который как раз-таки участвовал в процессах, так сказать, изнутри на территории Республики Крым и в данный момент является координатором направления «Моя история», волонтеры Победы федеральной, одной из крупнейших волонтерских общественных организаций по всей стране. И это один из хороших примеров, ярких примеров того, что человек с новых территорий, который занимался, развивался, был активным на этих территориях, он обязательно будет замечен, и у него есть огромное количество перспектив в такой большой стране развиваться дальше и идти на высокий федеральный уровень. Павел Павлович, это мой пример, поэтому вам слово, пожалуйста. Приветствую всех участников круглого стола. Да, действительно, я выходец из Республики Крым, сейчас на данный момент менее года уже работаю здесь в Москве, на федеральном уровне, руковожусь российским проектом в Центральном штабе волонтеров Победы. В Крыму я застал как и период еще нахождения автономной Республики Крым в составе Украины, так и уже потом становление Республики Крым как раз в рамках, получается, Российской Федерации. Что касается образования и исторической науки, то я всегда, ну, большую часть своей жизни, большую часть своего времени я работал в сфере образования. Работал и учителем в школе одно время, был и руководителем образовательной организации, был и чиновником в сфере образования и я всегда являлся в первую очередь историком, потому что я историк по образованию и, в принципе, скажем так, история всегда была спутником в моей жизни и занимался как образовательной и просветительской составляющей, так и научно-исследовательской. История в Крыму, чем она уникальна, ее становление в первую очередь в образовательном и просветительском аспекте, потому что не было колоссальных изменений, трансформации, какой-то ассимиляции. Республика Крым это всегда был пророссийский регион, это всегда был самобытный регион, что уникально с небольшим, скажем так, географическим, в рамках географического масштаба территории, с очень огромной и объемной историей, с уникальными этническими культурами и атмосами, которые на ней развивались, которые на ней просто появлялись или которые ассимилировались на этой территории. И поэтому историческое краеведение было одним из основополагающих факторов развития исторической культуры, исторической науки в целом просто на полуострове. И стоит отдать должное, что именно историческое краеведение является, скажем так, до сих пор одним из основных элементов. Это область исторических знаний, которая включает в себя большое количество, в принципе, дисциплины и предметов из исторической науки. Ну, не мне вам рассказывать, вы, как историки, сами это прекрасно понимаете. И вот отдавая дань уважения именно развитию исторической культуры, исторической науки в целом, стоит просто сказать, что не было недопонимания или какого-то аспекта, получается, преломления или навязывания в целом просто в сфере образования или просвещения истории России. Потому что это была планомерная работа, которая и так там велась. Стоит отметить даже хотя бы на примере Великой Отечественной войны. Это регион, в котором находятся два города-героя. Это регион, в котором память поколений и в целом, скажем так, история поколений, которая связана с Великой Отечественной войной, она очень актуальна и, в принципе, постоянно поддерживается. И даже если мы берем с вами период, ну, как раз таки, становления образовательной науки при Украине, то многие, кто, в принципе, в период Украины еще учился, помнят, я думаю, учебники Турченко, одного из авторов. Да, если, и вот по ним можно как раз таки, в принципе, и отслеживать систематизацию просто появления, проявления героизации просто определенных аспектов коллаборационизма и тому подобное. Так вот, из-за сложности логистики в период Украины на территории Республики Крым, по большому счету, обучались по учебникам 2005 года, где на тот момент, в принципе, не было ничего из, скажем так, из таких элементов, которые касались бы, скажем так, ну, каких-то националистических взглядов или ненужных элементов. И помимо этого, как при Украине, так и уже, получается, в современной истории Республики Крым, стоит отдать должное, это, скажем, учебнику, который не входит в учебную программу, но является одной из настольных книг, в принципе, всех образовательных организаций, как, получается, как школы, так и учреждений дополнительного образования. Это краевед знаменитый крымский, это Дюличев Валерий Петрович и его рассказы по истории Крыма. По сути, как при Украине, так и сейчас эта книга является, по сути, настольной, скажем так, для многих учителей. И благодаря ей, по сути, и вот преподавали историю, и преподают до сих пор очень многие учителя. То есть Крым, я же говорю, он не претерпел трансформации или какой-то ассимиляции. Это была планомерная работа, которая велась десятилетиями, по сути, как в период Советского Союза, так в период и автономной Республики Крым, так и сейчас. И поэтому очень просто и легко абсолютно все представители молодежной сферы, молодежного, скажем так, социальной ячейки не перестроились, а просто продолжили свою работу. В плане как патриотического воспитания на основных идеях, в том числе и Великой Отечественной войны, и истории в целом, так и в принципе в агломерации, скажем так, развития молодежной политики. Республика Крым в этом плане именно и актуальна, и самобытна, как я уже говорил в самом начале. Поэтому я желаю регионам, которые вновь вернулись в состав Республики Федерации, чтобы у вас тоже все очень просто и доступно произошло, чтобы у вас не ломалась, скажем так, система образования, а чтобы она у вас просто планомерно развивалась. Чтобы историческая наука у вас была основополагающей при становлении, скажем так, даже не при становлении, как верно было сегодня сказано, а при развитии исторической памяти общества. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Павел Павлович. Ну, я себя добавлю к докладу о Крыме, о том, что действительно учебники не успели, либо были общественный резонанс, общественные протесты, прекрасно тоже помню, против учебников, которые уже практиковались во Львове, Тернополе, на западной части Украины, с героизацией бандеровцев. Поэтому, вроде бы, некая бывшая единая страна обучалась в разных регионах по разным учебникам. Это один аспект. А второй важный аспект, также Павел Павлович отметил, в том, что население, люди были готовы, не отрывались от своих корней, от принадлежности к России большой, многонациональной. То есть, это и могли быть представители не только русско-украинского народов, которые голосовали за вхождение в состав России, а и других народов. Потому что Россия не является представителем некого одного этноса. Тут, конечно, мы понимаем, под многонациональной федерацией в разных постасях, может, и Советский Союз, и Российская империя. Но личности, которые попадали на территорию Республики Крым, их все становилось больше и больше, обученные по тем западным учебникам, как раз-таки западных регионов Украины, на момент 2013-2014 годов их становилось все больше и больше. Потому что студенты переучивались, ехали в Южный Теплый регион, сначала как стажеры практиковались, стажировались в школах, а потом и продолжали практику преподавания уже в штате того или иного учебного заведения. И таким образом они по учебникам, где нет некой Бандеровщины, они от себя уже лично пропагандировали то, что им вбивали в голову в другой части страны. И это тоже играло свой аспект на формирование умов детей, абсолютно происхождение такого пророссийского, как мы говорим. Поэтому эти личности также играли большую роль. И то, что вовремя произошел переход Крыма в состав Российской Федерации, возврат Крыма в состав Российской Федерации, это на самом деле превентивная важная мера, потому как лет через 20-30 я уверен, что даже раньше эти учебники дошли бы до Республики Крыма. И присоединяюсь к главу Павлу Павловичу о том, что желаем действительно максимальной простой, удобной и понятной интеграции системы образования, системы науки, системы просвещения Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации и, конечно же, Запорожской, Херсонской областей. Там ситуация несколько сложнее, потому что если у ДНР и ЛНР было 8 лет для формирования своих органов власти и их трансформации определенные к подобию Российской Федерации, то у Запорожской и Херсонской областей такой возможности не было. И этот путь придется проделывать сейчас. Еще раз большое спасибо всем коллеге за участие в сегодняшнем круглом столе, коллегам из Абхазии, коллегам из Донецка, Луганской народных республик, Запорожской области, все, кто подключился по Зуму. С нами также были коллеги из научного сообщества Московского государства-университета имени Ломоносова, коллеги из Сеченовского медицинского даже университета, кто развивает историю в сфере медицины. Это очень важно. Мы планируем расширять, увеличивать, ну не терять качество работы нашего молодежного клуба, нашего молодежного сообщества. У нас есть чат в Телеграм, поэтому, если желаете, на сайте исторического общества есть ссылка для, регистрации, вы проходите регистрацию, мы с вами связываемся и добавляем в этот чат, где все актуальные мероприятия, проекты, все будем направлять. То есть такой коммуникативный орган у нас уже есть в этом мессенджере. Поэтому у меня на сегодня все. Повестка у нас исчерпана. Если есть в формате премии, комментарии, высказывания, я вас прошу в формате свободного микрофона. Буквально пять минут у нас есть. Коллеги, да, все уже, наверное, устали, исчерпали повестку. Спасибо за внимание и до новых встреч. Спасибо.